Лещ Сегодня вы меня увидите в несколько необычной роли. Я, как и все любители рыболовы, все свое свободное время и отпуск провожу на воде. Вот об этом замечательном виде спорта и отдыха мы и хотим рассказать вам в нашем фильме, который называется... КОНЕЦ 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 Уже полчаса как нашу лодку, Тянет по реке большая рыба, взявшая на рассвете приманку. Мы устали за ночь, но эту отрадную усталость не променяли бы ни на что. И пока рыба теряет силы, я расскажу вам о моих друзьях и о том, как познакомился с Ольгой Сергеевной. Это было под Москвой, на Истринском водохранилище. Выдался погожий декабрьский денек и как раз воскресенье. Никогда здесь не бывает мало людей. А в тот день народу съехалось видимо-невидимо. И почти никто не мог похвастать улов. Два-три от силы пять окунишек были лучшими трофеями. Несмотря на выдающееся снаряжение и оснащение, не везло и моему другу, Кузьмине Горычу. Ну как? Попал, рыбка. Ничем не мог похвалиться и такой опытный рыболов, как Василий Иванович. Ну что? При таком клеве, Николай Иванович, только чаи гонять. Да, чаи так чаи. Пошли в деревню. Алеша? Субтитры создавал DimaTorzok Приехал Ой! Алешка! Смотри-ка! Ты видишь? Ой! А ну, пошли! Здравствуйте! На что ловите? На желтую мормышку с мотылем Хм, странно Мы тоже на желтую ловим Разрешите? Да, не зря говорят Легко рыбку поймать Да нелегко найти Стоит она зимой А не рыщет по водоему А я еще летом это место заметила Здесь яма Здесь окунь стоит Вот тебе и чьи гонять Ха, обрубим? Обрубим Так мы познакомились с Ольгой Сергеевной И с тех пор ездим рыбачить вместе Сын ее такой же, как и мать Страстный рыболов А муж Ну, что же поделаешь Не оставаться же в голове семьи Каждое воскресенье Без семьи В последнее время Ловля на мормышку Распространилась больше других Мормышка цветной грузик С крючком и насадкой Игра ее напоминает рыбам Движения рачка мормыша Или просто привлекает их блеском Переливами И заставляет обратить внимание на приманку Мормышкой хорошо ловить стальную рыбу Если лунка прорублена удачно То уж тогда Ловля на мормышку Игра 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Прошла зима, растаял снег, и по-прежнему каждое воскресное утро мощным потоком движется к воде в вестесущее племя рыболовов. Настоящий рыболов. Круглый год желанный гость природы. КОНЕЦ Истра, сколько рыбацких надежд связано с тобою. КОНЕЦ 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 микроскопических растений фитопланктон которым питается крошечные животные зоопланктон а зоопланктон любимый корм мелкой рыбешки замелкотоя на теплую воду идет и рыба покрупнее а это привлекает в свою очередь самую крупную хищнику трудно ловить вертких рыбок и щука чаще всего нападает на ослабевших менее подвижных на этом и основан лов на живца и и и и и и теперь вам понятно почему весной рыбу надо ловить на отмелях а я к вам николай афанасьев не клюет какой же теперь клев ловля кончилась видишь как солнце высок знаете ли вы как пахнет уха из рыбы которые вы сами поймали да еще на свежем воздухе около такого лесочка ничего что у вас хроническое отсутствие аппетита подсаживайтесь к нашему столу он поможет вам лучше всякого доктора ну ну а и и принимай василь иванович и разливай и и и и у меня сорвался почему-то сколько я помню самая большая рыба у тебя всегда срывается какая здесь ловля вот дождусь отпуска закачусь под рыбец вот там рыбалка и мы в отпуск на волгу только под астрахань давно хочется сама поймать а какие там говорят что сазаны а вы слыхали когда-нибудь про нашу сибирскую ловлю подцепишь на спиннинг рыбку это килограмм на 30 40 начались охотничьи раскалки что не верить поедем к нам бия телецкое озеро стояны вот это настоящие места для рыбалки а я не дальше клязь мы надоел езда представьте себе кузьму игорча на клязь ушла вот это здорово и Рабочий станок выпускаем всегда По московскому времени Мы в далёкие рейсы ведём поезда По московскому времени Мы всегда начинаем и праздник и тут По московскому верному времени И советские люди к победам идут По московскому времени ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Добрый путь, товарищи! Ваши поля, леса и реки ждут вас. Так вперед же, друзья! Не станем вместе с рыболовами изнывать от нетерпения в пути. Мгновение, и киноаппарат переносит нас под Рыбинск. Но что случилось с Николаем Афанасьевичем? Почему он не ловит? Напрасно прикорм переводишь, дядька. Почему? Места лучше не бывает, ветер южный, время самое подходящее, лещу да езю брать, да брать. Да корми, не корми, все равно толку. Почему? Он лещу. Зато вчера здесь клев был такой, о котором можно только мечтать. Это паденки. В воздухе они живут всего лишь один день. Три года назад их родители отложили в воду яички, из которых через некоторое время вывели с личинки. Они росли в преддольном слое грунта. Затем личинки поднимались на поверхность воды и превращались в крылатых насекомых. Начался брачный полет. Паденки тут же откладывали в воду новые яички и погибали. Весь водоем был усыпан хорошим кормом. У рыб вчера был праздник обжорства. Теперь они в рот ничего не возьмут некоторое время. Так неудачно закончился первый день ловли, о котором столько мечтали наши герои. Песня. Песня. Да, интересно, как идут дела Ольги Сергеевны. В поисках сазана Ольга Сергеевна со своим семейством забралась в самые дебри Волжской бельты. Сладкие минуты ожидания. Сердце то замрет, то учащенно забьется. Что, он наружу, что ли, дразит? Хоть плащ не ловится. И не будет. А почему не будет? А на небо взгляньте. Полоса примечается? Перемена погоды будет. Слыхали бабушкины сказки? Мышь чихнула, таракан скребется, ворона каркнула. Павел Михайлович, куда же вы? Кем она у вас? Напрасно обидел старик. Народные приметы, если они не связаны с суеверием. Верные приметы. В чем же дело? Заглянем в воду. При перемене погоды, как только меняется давление воздуха, меняется и давление воды. У рыбы есть своеобразный барометр. Она сейчас же чувствует это и перестает питаться. Подул северный ветер с матовой удочки, говорят рыболовы. Ой, Алёшка! Уж лучше бы с Василием Ивановичем поехали. Хоть бы за Яну посмотрели. Сколько препятствий, сколько невзгод встречает порой рыболов на пути к заветной цели. Да полно восклицает домосед. Стоит ли этого ваша рыба? Что ответить ему? Пожалеть разница. Никогда не испытает он радости причения, не переживет волнующие страсти охотника. А чем у нас на Клязьме хуже? Сидишь себе на сухом бережочке. Чинно, мирно. Кругом птички поют. Хорошо. А сколько напряжения, волнений и страсти на лице Кузьмы Егорьевича. Вот она! Ещё одна! Знатная добыча! Ну и клёв! Наконец-то отведёшь душу! Ведь в конце концов, не важно кого ловить, важно сколько раз тащить. И всё же в глубине души Кузьма Егорьевич надеется поймать такую рыбину, чтобы кругом все от зависти лопнули. Но пока он даже себе не признаётся в этом. Должно быть крупная взяла. Чем осторожнее берёт рыба, тем она больше. Тихо, Кузьма, не спеши. Пусть заглотит. Эх, поторопился. Что, Кузьма Егорьевич? Черви кончились? Полинились утром нарыть побольше, а теперь в самый клёв. Насадки-то и нет. Сынок, червям богат? Безопасно, не рыбалка. Выручи. А как у меня поплавок оторвало? Вы стали выручать? Не помни, Слав. Один червяк, один крючок. Два крючка, четыре червячка. Ладно, бросайте крючки. А у нас в это время дела шли иначе. Вскоре после вылета подёмки клёв рыбы начался с новой силы. И тогда для меня наступили горячие денёчки. С детства полюбил я увлекательную народную ловлю на кружки. Кружок плавучий жирлис с обычным жирцом для приманки. Когда хищник хватает живца, резко перевёртывает кружок. Не чувствуя сопротивления, рыба спокойно заглатывает живца и свободно разматывает леску. Белая сторона кружка заметна издали. Я тут же спешу к нему. Сперва подберём слабину. Леска натягивается. Хорошо, что я сильно подсёк. У судака очень жёсткие челюсти. Из-за слабой подсечки в молодости я часто упускал желанную добычу. Вот мой 312-й судак. Дом этого судачины. Вылистан коряжники. Полоса помогает ему быть незаметным для жертв. Оставим, однако, Николая Афанасьевича и посмотрим, что поделывают его спутники. Иван Гаврилович любитель нахлыста. Это ловля на искусственную мушку или на живых насекомых. Нахлыстом ловят на быстринах и перекатах. Рыбы, которые держатся в верхних слоях воды, очень пугливы. И ловить их надо осторожно. Хорошо заброшено. И всё же пока ни единой поклёвки. А попробуйте зайти в воду. Секрет простой. Когда вы стоите на берегу, рыба хорошо видит вас и боится взять приманку. А когда заходите в воду, вы становитесь почти неразвешимы для рыб. Вот и первый галабль. Может быть, это случайность? А вот и второй. Ну, здесь дело, кажется, наладилось. Посмотрим, чем нас порадует любитель тонной удочки. Три дня дядя Костя щедро сыпал в бочужок прикорму. Приваживал леща. Рыба привыкла к месту. Но желанной добычи всё нет и нет. А на что вы ловите, дядя Костя? На тесто? Правильно. Если приваживали хлебом и зерном. Но ловить крупного леща всё же лучше на кисточку червей. Это его любимое лакомство. Разве может быть для рыболова более приятная музыка? Уже ли повезло, наконец? Он! Только он так берёт! А подсекать ещё рано. Леща очень осторожно всасывает насадку. Подсечка, и рука чувствует драгоценную тяжесть. Он, он, он стучит в сердце рыболова. Лещ богатырь. Но он слабеет, как только его вывели к поверхности воды. Заставить его, как говорят рыболовы, глотнуть воздуха, это сейчас главное. Дядя Костя сделал всё правильно, но на радостях поторопился. И вот вам результат. Рыбу глушат. Бежим! Какое нам дело? А что мы можем? Ну, чего вы стоите? Пошли. Каждый год глушением, острогой, сетями и ружьями, во время нереста, браконьеры истребляют сотни тонн ценной рыбы. Одни из них делают это ради хищнической наживы, другие просто так, для развлечения. Привередливые рыбачки. Тонну погубили, путь возьмут. КОНЕЦ КОНЕЦ Они знают, что их развлечение предусмотрено 86-й статьёй Уголовного кодекса. Стой! Стойте! Стой! Сволочи! На этот раз преступникам удалось уйти. Завтра они пожалуют к вам, товарищи. Не ведите себя как обыватели. Никакая борьба с браконьерами невозможна без вас. Видите? Эх вы! И зачем я только с вами поехал? Иди! Так я поссорился со своими компаньонами и решил уехать под Астрахань к Ольге Сергеевне. Она писала мне, что никак не может поймать сама и снова просила приехать. Оставалось ещё три недели отпуска. К тому же проехаться по Волге на пароходе мне давно хотелось. До сих пор не могу спокойно думать, какой вред приносят нам браконьеры. Но, к сожалению, браконьеры не одиноки. На многих промыслах рыбу ловят сетями с недопустимым мелкой ячеёй, истребляя напрасно миллионы молодей. Недавно я получил письмо от Кузьмы Егорыча. После рыбалки он вернулся домой отдохнувший и довольный. Как-никак, сорок три ерша поймал. Вы когда-нибудь ели уху из ершей? Нет? Ну, тогда вы ничего не ели. Внимание! Подаётся уха из ершей пойманных папой. Знатная еда! Не уха! Карболка! Есть и мыслимо! Ну, не может быть! А здесь уха и навариста, и ароматна. Любят руководители некоторых фабрик, расположенных на берегах Клязьмы, проводить воскресенье на рыбалке. Но зачем они уезжают от родной реки так далеко? Наивный вопрос. Сточные воды фабрик, которыми руководят эти рыболовы, надёжно отловили когда-то рыбную Клязьму. Есть много способов очистки сточных вод, но для некоторых руководителей проще из года в год платить штрафы за счёт государства. Теперь здесь лови-не лови, кроме хилых ершей, ничего не поймаешь. Да и те пахнут чёрт знает чем. Только не рыбы. Симпатичные люди. Интересно, однако, как бы они себя почувствовали, если бы в годовой отчёт вести графу «Как ты берёг природу родной земли?» Ведь те, кто заражает скот и колхозные нивы, мы называем преступниками. А как прикажете величать вас, уважаемые рыболовы? Аплодисменты! Аплодисменты! Рыбалок неутомимый, я природу берегу. Хорошо, когда клюет, сердце радостно поет. Он поет, что за штука, может золото, может щука, может просто это лещ. Ну-ка, ну-ка, что за штука, если лещ, это тоже, братцы, лещ. У любого рода дома на морозе и тепле, Я всегда, везде, как дома на своей родной земле. Хорошо, когда клюет, сердце радостно поет. Ну-ка, ну-ка, что за штука, может золото, может просто это лещ. Ну-ка, ну-ка, что за штука, если лещ, это тоже, братцы, лещ. Привет, рыболова! Николай Фанасьевич! Николай Фанасьевич! Арбузик не желаете ли? Благодарю. Когда я приехал к Ольге Сергеевне, подул южный ветер, мечта рыболова. И наступили долгожданные дни удачи, дни рыбацкого счастья. А? Сазан, пожалуй, наша самая бойкая рыба. Сколько раз было, повернется, зацепит леску вот этой пилкой и прощай добыча вместе с крючком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что вы тут колдуете? Сдабриваю насадку Анисовым маслом. А на что ловите? На ракушку. Да, не зря вас мудрым рыболовом зовут. Не я, а старик мудрый рыболов. А вы его не послушали. Вот примерно ляжет крючок так, что не видно приманки. Вода смывает по кучу жидкость и несет по течению. Рыба чувствует запах и идет на приманку. О, у наших друзей сегодня, кажется, будет неплохой ужин. Ужин верно готовится. Но для кого? Лягушка, саранча, личинки майского жука и особенно жареные птицы любимые лакомства крупных сомов. Ужин на нагрев? Что самое? Лягушка, гостевики пересечиваешь структ dragons. Сом ночной хищник. Мы решили искать его на выходах из глубоких яд. Мы заплыли вверх по течению и стали медленно спускаться, стараясь не шуметь веслами. Только квок нарушал предрассветную тишину. Еще древние греки пользовались таким способом ловля. Одни доказывают, будто сом принимает эти звуки за кваканье лягушек. Другие говорят, что квок напоминает звуки, издаваемые самкой хищника. Но одно бесспорно. Сом идет на звук и хватает приманку. Ну что ты делаешь? Немедленно размотай. В прошлом году вот так же один намотал бичевую на руку. А в это время на садку взял огромный самина. Рванул, и рыболов не стало. Нет здесь никаких сомов. Шестой раз выезжаем, а толк один. Уж лучше пса заново ловить. Ни ответа ни привет от усатого великана. Где ты сон? Услышь призывы рыболовов, если бы ты знал, какой вкусный цыпленок зажарен для тебя. Зацепило за что-то. Коряга должно быть. Тише. Он. Не дергай. Держи, держи. Вот так. Сом постепенно заглатывает насадку. Подергивает. Тянет. Подсекай. Пошел, 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 пошел. Разворачивай, походу, а то перевернет. Держись. Плыви к пакетчику. Скоро ли выбьется сом из сил? Куда он увезет наших рыболовок? Трудно сказать. А раз это так, не будем терять драгоценного времени. Посмотрим, что делает Василий Иванович в Саянах. Каждое лето, не обращая внимания на трудности и лишение долгого пути, добирается Василий Иванович сюда за тысячи километров от Москвы. Ничего не поделаешь. Охота пуще неволи. Василий Иванович знает, где искать рыбку. Самый крупный из лососевых таймень любит отдыхать в порожистых местах под камнями. Искусство спиннингиста в том, чтобы точно вести блесну. Блесна создает иллюзию движения рыбки. Раз забросил Василий Иванович, другой, третий. И все впустую. Но снова туда же посылает он блесну. Должен, обязан быть таймень в этом месте. Вот он, долгожданный удар. Нелегко заставить тайменя взять блесну. Но в дистера труднее вытащить эту невиданно энергичную рыбу. Увидев человека, таймень упирается, а затем бросается прочь. Но вот включен тормоз, и рыбе стало труднее сматывать леску. Первый, самый отчаянный бросок позади. Теперь главное не дать рыбе ни секунды отдыха. Малейшая ошибка, просчет опоздания и прощай блесна вместе с тайменем. Наконец рыба выматывается и становится послушной. Потеряв остаток сил, таймень сдается. Николай Васильевич, хорош, а! Ха-ха-ха! Да, за такой рыбкой стоило ехать и шагать пять тысяч километров. КОНЕЦ КОНЕЦ Успокоился. Ну а теперь на весла. КОНЕЦ Что же там, в конце концов, за рыбина сидит? Экое чудище водяное. Редко не вознаграждается настоящее упорство и терпение страстного охотника-рыболова. Посвежевшие, бодрые, вернутся наши друзья к своим делам и долго с волнением будут вспоминать эти дни, дни неповторимого рыбацкого счастья. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ